Наш следующий материал подготовлен в сотрудничестве со службой государственной безопасности. В ходе оперативных мероприятий пресечена деятельность незаконной группы. Человек может ошибиться, сбиться с верного пути, но важно осознать ошибки и не повторять их. Впрочем, не все способны делать соответствующие выводы. Один из таких людей, 52-летний житель города Корши, который, несмотря на то, что в период с 2004 по 2018 году уже отбывал срок наказания за участие в религиозно-экстремистском течении джихадисты, вновь вступил на этот путь. Самое печальное, в этот раз по месту своего жительства он организовал незаконную группу из числа родных трех детей 1994, 1996 и 1998 годов рождения, племянника 2000 года рождения и 11 местных граждан, родившихся в период с 1974 по 1998 годы, и поддерживал идеи течения джихадисты. Он призывал членов группы к совершению хиджрата и джихада, к выезду в Сирию и вступлению в ряды террористической организации Катабатуль Тафхид Ваджихад. Кроме того, он создал в мессенджере телеграм-группу под названием «Шахидлар», где размещал аудио и видеоматериалы идейных предводителей религиозных течений и террористических организаций Абус Алоха, Абдуллоха Зуфара, Саудыка Самарканди и других, призывавших к совершению хиджрата, джихада, шахидизма и пропагандировал эти идеи. В результате оперативного мероприятия, проведенного Управлением службы государственной безопасности по Кашгадринской области совместно с сотрудниками областного управления внутренних дел, деятельность незаконной группы была пресечена. В ходе доследственных мероприятий выяснилось, что по поручению лидера группы ее члены планировали сбор денег, необходимых на дорожные расходы путем совершения грабежей и налетов, а затем выезд в Сирию для вступления в ряды террористических организаций. Ко мне пришел Даврон и сказал, что у его дяди много денег, надо ограбить его. Я спросил, где он хранит деньги. Он ответил, что в хлебобулочном цехе. Я заказал такси, и мы поехали туда, осмотрели цех. Я предупредил, что установлены камеры, при этом нужно надеть маски. По поводу пистолета сказал, что может пригодиться для запугивания. Я показывал им видеоматериалы Садека Самарканди, Абдуллаха Зуфара. Старался насаждать им их идеи. Я разрушил их разум, манипулировал ими и призывал к совершению хиджрата и джихада. Хотел выехать, как только накопятся деньги. Он сказал нам, что для выезда в Сирию нужно много денег, при этом надо ограбить дома состоятельных семей. Он также говорил, что ни жизнь, ни богатство кафиров не имеют никакой ценности. В ходе обыска по месту их жительства в качестве вещественных доказательств в процессуальном порядке изъятый процессор компьютера, ноутбук, дрон, флеш-карты, DVD-диски, мобильные телефоны, литература религиозного содержания, а также по одному огнестрельному и пневматическому оружию, патроны и гильзы. Следует отметить, что среди членов группы есть руководитель и работник общества с ограниченной ответственностью, лица, занимавшиеся торговлей на вещевом рынке, а также студент института. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса. Ведутся следственные действия.